Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадиша Курбанова. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. В Дагестане обновят дороги. На реконструкцию дорожной сети направят более 1 миллиарда рублей. Дезинфекция в подъездах. В республике начали работу по обеззараживанию многоквартирных домов. Все как раньше, только на расстоянии. Удаленный режим обучения практикуется уже в нескольких вузах республики. Как внедряется новый формат учебы в сюжете наших корреспондентов. Более сотни дорог обновят в Дагестане. Из них около 60 километров приведут в порядок только в Махачкале. Остальные автодороги регионального значения. Об этом сообщают в Минтрансе республики. Реконструкция будет проведена на 154 объектах. Это улицы, региональные трассы, дороги межмуниципального значения. На работы выделено более 1 миллиарда рублей. Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По всей республике проводится дезинфекция многоквартирных домов. Управляющие организации и ТСЖ присоединились в кампании по борьбе с пандемией. Подъезды домов обрабатывают антисептическими средствами. Работы идут практически во всех городах республики. Специальным раствором опрыскивают лестничные перила, ручки подъездных и квартирных дверей. Кроме этого, по столице республики курсирует автомобиль с громкоговорителем. Минздрав Дагестана распространяет информацию о том, как население может обезопасить себя от вирусных инфекций гриппа, ОРВИ и коронавируса. Пользуйтесь одноразовой бумажной салфеткой при чихании, кашле и насморке. Чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и транспорта. Более 300 тысяч защитных масок поступят в Дагестан из федерального центра. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев. Он накануне посетил ситуационный центр по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции. В нем будет собираться оперативная информация по текущей ситуации с пандемией. После ознакомления с центром, глава Дагестана провел совещание. О его подробностях по тематам Ханапова. Помощь пожилым, обеспечение населения медицинскими масками и откуда будут выделены средства на борьбу с новой инфекцией. Эти темы стали основными на совещании с масками. По словам Васильева, ситуация налаживается. Федеральный центр выделит Дагестану более 300 тысяч защитных изделий. Кроме того, их будут изготавливать в исправительных учреждениях и колледжах республики. На площадях Уфсина и наших швейных колледжей мы будем производить марлевые повязки в количестве 11 тысяч штук в день. И в настоящее время запасов сырья, которые мы купили в республике, нам хватает на более чем миллион масок. Как известно, коронавирус более тяжело протекает у пожилых людей. В Дагестане проживает более 200 тысяч человек старше 65 лет. Меры по их защите власти обещают также предпринять. Нам нужно будет посмотреть и на то, чтобы наши регионы понимали, какие возрастные группы в каждом районе имеются, в какой численности. Это позволит определить количество волонтеров, как я понимаю, ну и определенных средств, которые мы располагаем, имея в виду медицинские средства, санитарные. Что касается средств финансовых, то вопрос прорабатывается. Часть будет выделена из резервного фонда республики. Помощь обещает и федеральный центр. Я хочу поблагодарить сейчас Батыр Имеевича за то, что он сумел проработать и найти дополнительный резерв для того, чтобы наряду с ожиданием того, чем нам поможет федеральный центр, а он нам поможет, нам уже 318 тысяч китайских массов выделили. Да, коллеги. Сегодня с утра сформировали проект решения о том, чтобы увеличить из резервного фонда по через дополнительно 20 миллионов рублей на приобретение средств защиты. Очень правильно. Это то, о чем я говорил, на маске в частности. По данным Минздрава Дагестана, на территории республики не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым опасным вирусом. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, за сутки на горячую линию республики поступило 330 звонков по коронавирусу. Напомним, что меры профилактики включают в соблюдение правил гигиены, мытье рук, использование антисептиков, влажная уборка и проветривание помещения. Ватимат Ханнапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Дагестанские студенты испытывают в эти дни непривычный учебный режим свободного посещения и дистанционного образования. Преподаватели и студенты работают в режиме онлайн, что подразумевает такой формат и как он отразится на учебном процессе в целом в сюжете Луизы Раджабовой. Каждый день они встречаются, как и раньше, четко по расписанию. Пока ситуация с коронавирусом диктует свои правила, студенты и преподаватели на время режима ЧП перешли на дистанционное обучение. Здравствуйте, слышал. Ты дома или где гостя? Дома, нет, дома. В Дагестанском государственном университете новшество уже оценили. Дистанционное обучение позволяет, как и прежде, слушать лекции и выполнять практические задания. Ежедневно педагоги загружают материалы на специальные онлайн-платформы. А значит, согласно своему расписанию, студенты должны присутствовать возле своего компьютера дома. Иначе будет считаться прогульщиком. Они высвечиваются. Вот прямо фамилия, имя, отчество каждого студента, который подключился к нам. И кроме того, у нас есть журналы, есть старосты, которые будут отмечать, кто реально там слушает эти лекции. Для меня тоже это новое. Мы сейчас в связи с обстановкой перешли на дистанционное обучение. Я сейчас через приложение Zoom буду читать лекции студентам удаленно. Как только вуз перешел на дистанционное обучение, всем студентам, проживающим в общежитии, было рекомендовано уехать домой. И многие этой возможностью воспользовались. Однако коридоры еще не пустые. Россия от студентка второго курса по специальности филология свободна. А теперь уже дистанционного обучения она работает. Поэтому на каникулы пока не спешит. Мне пришлось остаться по причине того, что я тут работаю. И плюс еще, мне кажется, дистанционно заниматься легче в общежитии, вообще в городе, нежели в селе. Потому что очень много и электронных учебников, и как и печатных учебников в доступе. Мне проще заниматься вместе с ними тут, чем это все брать с собой в село и так далее. Решение о возврате кочной форме обучения будет принято только после изменения ситуации с коронавирусом. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Еще два крупных вуза республики пришли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Это Дагестанский технический университет и медицинский. Медуниверситет закроется на карантин на две недели. Подготовка к переходу на дистанционный режим заняла несколько дней. Ректор ДГТУ уже объявил, что онлайн-обучение продлится до особого распоряжения. В Дагестане работает штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам. Волонтеры, медики и активисты Общероссийского народного фронта покупают и доставляют продукты питания и товары первой необходимости, выносят мусор и оплачивают услуги ЖКХ пожилым людям. Волонтерские штабы помощи созданы во всех 85 регионах страны. Обращения от граждан поступают на горячую линию. Координаторы штаба берут звонки в работ и распределяют их между волонтерами. Продукты питания и товары первой необходимости приобретаются по списку в нужном количестве. При этом также соблюдаются меры предосторожности. Затем волонтер договаривается об удобном времени доставки. Пожилые не оставались одни. Также рассказываем о мерах профилактики. На какие-то вопросы можно ответить. И рассказываем о том, что существует горячая линия, на которую можно звонить все время. Накануне ряд СМИ сообщил о переносе летней Олимпиады в Токио. Главные игры четырехлетия могут быть отложены на один год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в интервью USA Today объявил член Международного Олимпийского комитета Dick Pound. Окончательное решение по вопросу проведения или отмены соревнований будет принято в течение нескольких дней. Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее с предложением отложить их проведение выступили национальные Олимпийские комитеты ряда стран. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была я, Хадижа Курбанова. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!